Друзья, я сейчас стою на дне озера. Возможно, вам это сложно представить, но это дно озера и мы застали исторический момент. Начало создания в Красноярске во дворе жилого комплекса настоящего большого рукотворного озера. Нет в нашем городе такого больше. Настоящее большое рукотворное озеро внутри жилого комплекса в самом центре делового центра города. Это нестандартное и смелое решение не только для Красноярска, но и для России в целом. Это большой вызов. Мы посмотрели те озера, которые есть в России во дворах и как бы такого формата озер нет. Везде намного проще все и как-то не так масштабно и глобально. Арбан действительно делает масштабно и глобально. Скандис озера будет со своей прогулочной набережной. Навесами, шезлонгами в центре озера будет остров, к которому будут вести деревянные мосты. Еще и водопад будет. Друзья, посмотрите за моей спиной, пока вот непонятно что, да, арматура. А на самом деле это будет водный каскад, то есть водопад. Вода будет переливаться, будет большое мельничное колесо, а высота почти два с половиной метра водопада. Зачем Арбану такие сложности с озерами и водопадами, когда можно все продавать значительно проще? Я, конечно, спросила у Ирины Одинец. Ведь так хочется сделать что-то, что интересно реализовывать, что мы построим в жизни, какие проекты, о каких проектах мы расскажем своим детям. Этот дом построим у папа, говорят некоторые дети в наших дворах. В следующей серии телепроекта «Дома по-настоящему» расскажу про сквер, который Арбан построит между улицей Молокова и районом Скандис озера. Сквер будет общегородским, доступным для всех. Юлия Сорокина специально для телеканала «Прима».